Активных и неравнодушных жителей нашего города традиционно чествовали в преддверии Дня молодежи. Эти молодые люди – пример гражданской позиции, отзывчивости и самоотдачи. Волонтеров, педагогов и организаторов благодарили за плодотворную работу, наградили почетными дипломами, грамотами и подарками. Оценка вашей деятельности в целом в городе, в регионе, в целом стране огромная. Это так надо, чтобы кто-то оказался рядом в нужный момент. Поэтому низкий поклон, огромная благодарность. За период самоизоляции участники молодежных объединений и клубов помогли многим жителям города. Занимались волонтерством, организовывали дистанционные встречи, создавали проекты. Кто-то записывал мотивирующие видео, кто-то проводил мастер-классы. Удивительно, что за эти три месяца, пока мы не могли смотреть вам вживую, глаза в глаза и чувствовать ваше плечо, только дистанционно мы понимали, что вы с нами, только по татч-текам, сообщениям, вконтакте, фотографиям. Мы понимали, что молодежная политика в Сарове жива. Праздники, конкурсы, акции, флэш-мобы. Насыщенные будни не дают заскучать активистам, дарят эмоции от общения, новых знакомств, подталкивают к непрерывному развитию. Активист клуба «Мечта» Никита Олейников читает, что молодое поколение должно стремиться помогать окружающим, помнить подвиги предков и трудиться ради достойного будущего. Акция была «Окна победы». Нужно было прикрепить на окно символ победы и сфотографировать. Также принимал участие в 75-летии победы. Мы стояли и раздавали бесплатно георгиевские ленточки. Не только я, но и все мои друзья тоже из клуба принимали в этих акциях участие. И все мы работали как одна большая команда. Активистка молодежного центра Валерия Васькина старается попробовать свои силы в различных сферах. Организует выпускные вечера, концерты и соревнования. Играет в КВН. В следующем учебном году девушка хочет заняться волонтерством в клубе «Инсайт». В молодежный центр я пришла еще 6 лет назад. Я нахожусь в школьной команде КВН «Сила Тока». Я рисую и также принимаю участие в акциях, связанных с этим. Специально для молодых и инициативных 27 июня пройдет онлайн-фестиваль «Молодежный уикенд». Хедлайнеры вечера – диджей Карина Истомина и нижегородский музыкант Антон Киреев. В эфире зрители смогут познакомиться с талантливыми спортсменами, артистами и представителями общественных организаций нашего региона. Посмотреть трансляцию можно будет в официальной группе «Молодежь Нижегородской области» ВКонтакте. Начало в 16.00. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.